Музыка 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 Три, не холодно? Да нет, но есть Однокимы Как хорошо? Я не могу сказать, что я с собой доволен, хоть ты убей. А я бываю с собой довольна, я понимаю свои ошибки, но я все равно с собой довольна. Ну а что это за самопечивание? В принципе хорошо. Но не без того, что хотелось бы, ай, тут вот так, не так, тут вот так, не так. Ну что, оно было вот так, как получилось, но от души же спел. Многие говорят, что это был лучший номер. Саша, ну это же круто. Саша. Ну да, приятно, конечно, чушь такое. Саша. Трюкает из Назарова. Да? Да нет, некоторые так подумали, а вот эти вот трюки из Назарова, вообще-то. Да? Да, да, да. Лучший номер. Ну ты же выкладываешься, ты же очень харизматичный. Над чем работать будем, Саша? Я же говорю, да? Да? Да хрен, да. Ну что-то не это, некогда было что-то не посетить. Я сбросила тебе море сюда, ноутбук. Море-море? С реданым скалом? Да. Ты ненадолго? Подралишь, придур. Там есть еще... Море? Море работает. Да, море всего, да? Да, море работает. Нормально мы, в принципе, сделали, молодцы. Ну, как всегда, там постоянно готовы, как-то я что-нибудь даю. На чеке одно, нам предпосредственно на концерте, опа, оказывается, они прибрали мне клавиши, наш основной инструмент, за которым все должно вести. Я хрен к себе не слышу практически. А я там начинаю все только под рояль, под вот это все. Да? Ну, да. Нам потом брали. Там это было нормально, а нам сюда в мониторе подзаглушили. А там точно нормально было? Вроде как, да. Ну-ка поговори. Чипа-тапа-чипа. А что-то совсем чипа-чипа. Это что, все? Очень хорошая, между прочим, распетка. Ну, это самая замечательная распетка. Потому что диафрагма сразу. Вы включаетесь. Чувствуешь, как она трудится? А вы смотрели, я вам спросил последнее что-то. Да там чудо, сын твой. Не-не, после я потом вам скинул. Ну нет, извините, мне же надо домой. Ну да, я так и прошел. Мне же надо дойти. А что ты мне сбросил? Ну я там сбросил. Случайно тыкнул песню московскую еще. Куда ты ткнул? А на почту нет, правильно? Нет, на почту нет. Там просто минусовку я скинул ВКонтакте. Потому что ВКонтакте так удобно, хоть можно найти минусовку, а так ты ее где найдешь? Ты хочешь ее... Ну можно, я как пример. Хорошо. Хорошо. Ладно, хорошо. Почему бы и нет? Просто... Хорошо. Песня такая хорошая, я все хочу подкушать и взять себе и поиграть. Нет, вам недели не хватает. И вот вы все так. Вчера Кирилл приходит на практику. Ничего, ни текста. Сбрасывает мне за 30 минут до начала. Ну что? Недели вам мало? Такая же перняла. Ну что это такое? Ну, недели вам мало? Ну, говорите, это неделя что-то какое-то как вчера было. Ну, завтра уже среда. Ну. А что говорить, уже рвай закончилась? Давно ли мы на выход? А? Угу. Вообще. Так, ну я тогда его пока выключу. У меня видишь, как открывается контакт? Видишь? Я вообще не понимаю, что случилось, что творится вообще. Он уже вычищен. Как бы я все, все эти хохоряшки, все эти поздравляшки, которые засыпали. Просто засыпали. Новый год, да? Так? Старый год, да и все это. Да потому что же у вас же не приложение. Я как понимаю. Вы же заходите просто через сайт, да? А как сделать приложение? Скачать приложение. Именно ВКонтакте, чтобы было приложение. Тогда оно будет лучше работать. И удобнее. Что раз. Ну ладно, я схожу к звуковикам сегодня, потому что они мне что-нибудь поймут. Ну ты видишь, что делать? Ну, вы заходите через сайт, мобильный канал, точка в курсе. Да? Да? Надо, чтобы было приложение ВКонтакте, приложение . Оно будет работать отдельно от всего. От всяких сайтов. Ладно. Ну, двух половинок. Я-то тут все подключила, потому что, возьми за правило, но за сутки мне все кидать. Я тогда все заброшу. Александра нету тоже, да? Чего? Ну, на сессии. Концерт отыграл и того? Ну, конечно, он же на сессии еще. Вот, оказывается, почему. Вот оно. Нет, ну я думаю, что поэтому тоже. Может, я не знаю, может, у вас, в принципе, уже планшет тяжело. У меня 6 лет. И он все время снимет и здесь, и дома. То есть он все время работает. Но через приложение все равно лучше работает. Ну, теперь ты не открываешься. Ну, теперь ты не открываешься. Теперь он думает, как открыть правило. А, открыл. Я уже лишний раз боюсь вообще прикасаться к экрану, чтобы не сбросилось. Так, узнаю тебя в толпе. Узнать? Угу. Узнать тебя. У тебя три их. Ты мне три. Это первая минусовка. А, вторая это два оригинала. Это чё? Ребенок чё? Как он поел? Какой баскетбол? Баскет, баскет. А, баскет. Первая минусовка, а вторая это два оригинала. Ясно. Сейчас вот у него игра идет. Вот сейчас данная игра в Новосибирске. Просто нужно совмещать. Он прекрасно поел. Я ему это говорю, что надо совмещать. Она уже идет в визуально? Или вступление? Вступление. А, это вступление? Ну да. Ну что ты будешь делать-то? Минута, вечность, час. Мы встретимся сейчас. Я вот только не могу понять. То ли мне высоковато, то ли... Из тысячи мгновений Пересеклись пути, Чтоб дух перевести. Случайных нет в судьбе прозрений. Минута, вечность, час. Минута, вечность, час. Много окружают нас. Мелькая в песне отражений. Попомнили Попомнил Попомниться успеть. По все глаза смотреть. Как ты выходишь, друг, из стеки. Узнать тебя в толпе, знакомое лицо Узнать тебя в толпе, не встретив взглядом Узнать тебя в толпе, как камушек без снега Узнать тебя в толпе, не встретив взглядом А звук куда-то прыгает, туда-сюда, да? Не знаю вообще, это я тут пока ковыряла Саша Бериил в коридор, вон тот, который рабочий на столе Он не отключается просто Не-не-не, будешь жужжать Это проходиленько Да, в коридор его прям на ступеньки поставь там на стул Куда-нибудь Саша, тональная страна Да, ну просто я не могу понять, что нет Не надо сочинять, но почему мы опять все по слогам топали? Что ты будешь делать с тобой? А, ба, ба, ба Саша, ну ты уже ас Ты же уже понимаешь На первый слог не садимся Никогда Мы пошли сначала Там одиннадцать секунд Сколько там? Двадцать Минута Минута, вечность, час Мы встретимся сейчас В окном из тысячи мгновений Перецеплись пути Чтоб дух перевести Случайных нет В судьбе проси Там вот здесь Прозрение Какие ноты? Там две одинаковые И Вот ты их поточнее спой Потому что, знаешь, как кажется Та-да-ти-да-ти-да Как будто Ударить Раз они две одинаковые Удержи Они немножко Ты можешь там все Ты сейчас подвинул там Подвинулся Еще разочек Пошли Приготовились Минута, вечность, час Мы встретимся сейчас В окном из тысячи мгновений Перецеплись пути Что дух перевести Случайных нет В судьбе прозрений Минута, вечность, час Мога Минута... Минута... Минута Минута... Нет, 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 Саша Минута... Чуть-чуть на У. Пересиди, тогда там и выстрели Минута вечности... Ну вообще, я не знаю... По свинку ее А? Она такая, она такая, понимаешь, она какая-то по типу босоногая, как будто, не кажется? Ну, там есть чуть-чуть, да. Ну, просто вот поэтому. Минута вечности, вода. Она как-то вот так, прямо сейчас вот с минутой и пойдем. Лови. Минута вечности, вода. Минута вечности, вода. Во все глаза смотреть. И так же круче? Слушай, и так же круче будет, а? Наверное. Во все глаза смотреть. И так же будет лучше. Ты понижал, ты понижал до себя. Айген, ты такую милошоку шел. Пониженная драна, конечно. Насколько... 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 При дыхании хотя бы... Они... Они такие одинаковые, планированные. Узнать тебя в полпе. Может, добавишь? Чуйств, да? Нет, ну... Да, конечно, можно. Я просто пока об этом не думал. Нет, надо думать сразу. Сразу, да? А ты думай сразу. Вот у меня тоже... Кстати, башка отрезана, если че. Как отрезан? А ты почему не говоришь? Заброчь. Вот сейчас... Так а тут у меня Макси... Саша. Макси. У меня... Ну ты посмотри. Ну так это... Еще отодвинься чуть-чуть. Ты видишь, как... Выйди! Выйди! Закрой мне сейчас! Еще шаг сделаешь! А почему ты не сказал мне раньше... Да я туда смотрю. Я на камеру-то не работаю. Я по камеру-то не работаю. Я по камеру. Ты мой саж. Башка отрезана. Мои! Ответь, ответь. Не буду. Не будет, хорошо. Скорее всего, другим буду. Как чувствуешь? Может быть, не первую. Может быть, как раз вторую дать. Больше. В смысле, вы имеете... Вы припели, да? Да, конечно. Узна тебя... То есть начнете... Прочнете... Хорошо... Узна тебя... А второй раз, может быть, как... Как повтор идет. Но он не может быть прям один в один. Уже без отрезанной головы. Окей? Окей. Не могу. Узна тебя... Ты можешь потом догнать. Ну, и все, что-то не вступит. Узна тебя... Узна тебя... Узна тебя... Узна тебя... Как как же виске... Уже все оживет, когда дырят... Молодец. Дал... Дал... В повторе... Во втором поведении дал. Воздуха дал. Ка дал хорошую. А... Конец. Нет, вообще, спой по-разному. Просто сейчас акапельно, когда-то рядом. В душе все оживет... В душе все оживет... В душе все оживет... В душе все оживет... Ищи варианты. Ну, то есть нужно меньше времени дать на эту А. Оно там все равно будет. В душе все оживет... А последнюю фразу спой по-разному. Когда ты рядом... Так, принимается следующий вариант. Когда ты рядом... Еще принимается. Давай еще. Еще, еще, еще импровизирование. Ну, в смысле... Интенционно по-разному, да? Чисто по фразировке. Когда... Ну, как? Когда ты рядом... Да? Когда ты... Нет, когда ты рядом... Когда ты рядом... Когда ты рядом... Когда ты ря-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ом... Тут варианты в море. Море, конечно... Ну? Вообще у каждой строжки бывает, что мы все равно ищем-ыщем, а потом нет, мнение не пойдет. Как ты чувствуешь, ты всегда должен сам выбирать, ты музыкант, ты эфирец, исполнитель. Тебе нужно выбирать, как лучше будет звучать. Пошли еще разочек. Повтор уже сейчас будет. Смотри, как камешек в песке. Да не надо тут крутить пески, а ты совсем не надо, да? Камешек пески. Саша, как камешек, как камешек. Как камешек. А ты как это понимаешь вообще, что за камешек пески? Щебиночка, иголка в стуги в сентябре. Ты не могу, камешек пески. Ну как, песок-то пройдет, а камешек-то вот-вот. Отмоется? Песок сыпется. Песок сыпется, а камешек пески. Интересное видео. Давай еще раз больше. Ну дай, Панешку, он же с чувством здесь поет. У него же какие-то здесь метафорические восприятия. У него-то, конечно. А у тебя? Он помогет. Саша, ты тоже молешь? Классик, ты лучше все всю воду спел. Понятно? По некоторым... Саша, поехали. Песок сыпется. Песок сыпется. Песок сыпется. Песок сыпется. Останавливать к твёрдому. Останавливать к твёрдому. Ты же понимаешь, что такое твёрдый атак? Это как? А? А, а? А, а? А, а? А, а! В душе всё а! Это твердая атака, в душе все а, это мягкая атака, в душе все а, это твердая, в душе все а, это привлекательно, но она здесь не молочится, здесь либо мягкая, либо твердая, но ты даешь твердую, пускай будет твердая, но только ты на а не сиди, пошли еще раз, попробуй, мы пробуем, иногда может и не получится. Может быть, ну тогда, живет, тогда мы выходим только чисто динамически во фразе, чтобы она не была вот такая, а живет, чтобы не была ярче, первая, а живет, то есть тогда крещендо туда нужно делать, поем припев. ПЕСНЯ 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 Этот прием называется субтон. Это не фацет. Это не фацет. Это просто прием. Но атака придыхательная, Саша, это когда мы просто только стартуем. И дальше пошли в снег. А если мы продолжаем дальше? Я тебя сказал. Если мы продолжаем петь, продолжаем петь, то это субтон. Мы поем на субтоне. Как переводится суб? Международная приставка. Суб. Под. Что у нас под звуком? Ну что под звуком? Можно? Не дам. Да. Все. Понимаете? Вот атака придыхательная, это только начало, старт, а потом голос уходит вслык. А если ты поешь, то это получается, что ты поешь субтоном. И не фацет над субтоном, как говорят некоторые. Потому что, почему сейчас ты мне скажешь, у нас есть два регистра. Грудной и головной. Ты сейчас в каком регистре? В каком регистре? Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Если ты уйдешь, Саша, если ты уйдешь, да, если там, он там, дай воздуха там. Вот это будет. Вот это будет. Можно. Можно назвать фальцетным субтоном. Можно. Понимаешь? Да, потому что ты в головном регистре. Это регистр мужчин фальцет. Понимаешь? Когда ты поешь. Но если ты в груди, а не если ты в грудном, то извините. Это пение. Ты просто на субтоне поешь. Сейчас было очень хорошо. Пошли дальше. Там послушаешь дома. Потому что это было замечательно. Минута вечности. Минута вечности. Вот это что? Минута вечности. Ну, это я въезжал. Это ты въезжал. Минуточку. Сейчас. Саша, давай пораньше. Минута вечности. Минута вечности. Да можно даже. Минута вечности. Минута. То есть, рули звуком. Ты же водитель. Ты же не поедешься. Ты же можешь за мной держаться. Вот держись за опору, за голосоведение. Держись. Допеваем. Держись. Припев. Держи. Хорошо. Держи. Минута вечность. Хорошо. Час. Хорошо. Вас. Средь. Один. Держи. Непонятных побуждений. Да. 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 Растинули теперь. Да длока. И не понятных побуждений, да? И непонятных побуждений! непонятных побуждений! И только здесь остановили. Непонятных побуждений. Да. Вот попробуй ее вообще все петь. А они тебе непонятные. Вот когда ты говоришь, я не понимаю, я не понимаю. Когда мы в жизни все... Мне непонятно. Нет, давай попробуем. Давай еще разочек. Хорошо сейчас очень началось. Непонятных побуждений только в конце на гласных посидишь. Саша, это был вариант. Мне понравилось, что ты поздно начал. Это как раз то, что надо. Непонятных побуждений. И непонятных... Главное, на непонятных не сидеть. Очень хорошо было. И главное, что позже началось. А это интуиция. Это ты уже правильно делаешь. Напеваем. Минуты. Минута, вечность, час. Светит одинок раз. И непонятных побуждений. Ты тебя смущает. Вот смотри. Вот что тебя смущает? Ты будешь придумывать. Я тебе здесь для чего? Я тебе для того, чтобы просто порекомендовать. Только на пане сиди. Побуждений. На пане нельзя сидеть. Это закон. На первом слоге не сидим. А остальное все прекрасно. Все отлично. Я тебе рекомендую. А ты будешь потом выбирать. Минуты. Светит одинок раз. Светит одинок раз. И непонятных побуждений. Хорошо. Но в хаосе успеть Обнять тебя в смерть Назвать наш день, как день нождения Узнать тебя в колбель Знакомый лицом Узнать тебя в колбель Не встретив сня Узнать тебя в колбель Только камешки в себе Ты можешь еще за вторым разом уйти? Да, волки, что-то надо было среть за вторым разом Уйти, как раз на фальцет уйти Ого, это как? Ну, взять и уйти в гармонию Узнать тебя в толпе А, на конце строчки? Ну, куда-то, да Куда-то укатиться Я сейчас скажу, что не туда укатилась Ну, а? Не знаю, это слишком для меня Ну, правда ж В толпе Нет, в толпе В толпе В толпе И туда потом Старт Нужно толкнуться Надо На тебя В толпе То есть это просто быстренько пробежать И потом вернуться Но это будет вкусненько В толпе Можно просто так Толпе Вот это Да, можно даже и так В толпе А там можно сказать Как-ка Как камешек в песке Как-ка Как Не знаю А вот это Ну все вот это вот вот, как стреляет у меня в борьбу все время. Ну перестань. Как камешек в песке, как-как-как-как. Да, как-как, как-как. Как-как-как-как. Как камешек в песке. Попробуй, спой второй припев и уйди на процент. Давай припев я сначала поставлю тебе, чтобы тебя разбегал. Пошли вперед. Узнать тебя в толпе, знакомые лица. Узнать тебя в толпе, не встретишь взглядом. Узнать тебя в толпе, как камешек в песке. Узнать тебя в толпе, как камешек в песке. Не спускайся. Не спускай. Как камешек в песке. Как камешек в песке. И сразу ушел на грудь. Как камешек в песке. Да. Как камешек в песке. Да. Это я не знаю. Попробуй, попробуй. Второй припев, пошел. Узнать тебя в толпе, не встретишь взглядом. Узнать тебя в толпе, как камешек в песке. Ура. Как вариант. Как вариант. Там еще и фаршлак. Вот тут надо было, не надо было выше. Хорошо. Сюда. Как тебе комфортнее? Я тебе просто хочу спросить, что такое фаршлак? Фаршлак? Фаршлак. Фаршлак, я знаю, что такое. И ты, наверное, знаешь. Что такое фаршлак? Не знаю. Фаршлак не знаю? А, любое блюдо, в смысле, в примерку, знаю. Знаешь, да, любимое еврейское блюдо. А форшлаг, что такое? Форшлаг кисна. Ну, ты сейчас... Ты вот что сейчас делал? Это вокальное украшение. Это вокальное украшение. Я тебе сброшу распечатку со всей терминологией. И ты дома сделаешь для себя самоконтрольную. Причем, знаешь как, Саша, ты вот это знаю пишешь, не подглядывая в интернет. Прям даешь мне слово? Интернет не будешь смотреть? Сначала напишешь все, что знаешь. Да подожди! А потом будешь заглядывать в интернет и отвечать уже... Но оно все равно, когда ты будешь смотреть, читать и писать... в этой... в контроле на работе. У тебя все отложится. Ну давай, нотку другую, значит другую. Ну и хорошо. Давай попробуем. Если тебе идея-то не нравится, давай выкинем на... Надо работать. Ну это же... Я согласен, что надо... Да, не... Чего? Ну это... Да, да. Одни тяжелые, да. Ну слушайте, и потом еще там вот такой момент, сразу же, чисто методический и по вокальной технике. Когда мы идем наверх, из грудного регистра в головной, у нас больше грудных нот. Ну это закон, просто вот закон. Он нигде не писан, он просто выведен эмпирическим путем у меня в классе. И я всем студентам говорю, и мы на практике убеждаемся. Когда мы идем из головы вниз, то у нас больше головных нот. Если мы сразу из головы... Не можем, потому что перескочить. Мы не можем перескочить, но у нас получатся ослики. У нас ослики получатся, йодлики. Это называется прием йоды. Локальный прием йоды. Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. И вот эти ослики не убедут. Поэтому ты можешь там смело оставаться на голове, но наопертой. А потом спокойно опуститься, даже если это будет одна нота, Саша. То есть туда ты поднимаешь, та-та-та. У тебя три, допустим, грудные. А обратно у тебя могут быть все голодные. Главное, чтобы не было слова на голосоведении. Если только, Саша, тебе не нужен этот слов. Иногда он может быть нужен как прием, но, я думаю, не в этой песне. В этой песне он как-то может быть даже и не пойдет. Пошли, пробуем. Давай. Привет, Гера, сейчас пойду. Теперь разбей. Пусть за тебя в толпе Знакомый лицо. Пусть за тебя в толпе Не встретив взглядов. Пусть за тебя в толпе Пусть за тебя в толпе Живёт, когда ты рядом. Пока я в той строчке думал, я поёту нахрен. Ну, посмотри, как хорошо ты спел сейчас. Это было очень вкусно. Очень вкусно. В таких случаях, чтобы тебе хорошо опереть голову, нужно легато. Нужна хорошая легато. Немножко сбросил себя с легато. Пошли ещё раз. Здоровое лицо. Узнать тебя в толпе. Не встретив взглядом. Узнать тебя в толпе. Как ты живёшь в мире. Да зачем ты перешёл на груди? Ну, я ж тебе сказал. Ну, вот прям вот так вот через дай подлежу. А ты опирай. Дай мне. Вот, посмотри. Посмотри-ка, нотка какая. Нет, мы её будем давить грудиной. Зачем? Только что сказал, оставайся в голове. Она мне учится этого. Ну, так мы и что и делаем? Ну, так замечательно. Ты пойми, что тебе время нужно, чтобы опереть её. И крещендо дать. Потом, смотри, ты же там не берёшь дыхание, Саш. Ты там дыхание не берёшь. Но. Ты поёшь на дно. Оно, в принципе, хорошо, что ты его не берёшь. Но здесь как бы опасность, что его может не хватить. Какавишек Вот. Можно здесь? Можно. Если только принцип скатерти. Это, это, это долго Может быть и нет, может быть тебе и хватит То есть над этим надо работать Над этим просто надо работать и чисто смотреть Хватит, конечно Ну так и пробуем Главное, Саш Я не плакаю с ним Поем Демоны Вот смотри, когда вокалист работает Вот у тебя припев, Саш Вот у тебя припев Ты вообще, ну я не знаю, ну не можешь Я не понимаю, я вообще, я не представляю Как я могла бы себе позволить Спеть фразу повторную одинаково Но это невозможно Вот в моей голове, вот моя голова Она не воспринимает Это клоны, понимаешь все Хотя бы чуть-чуть, но я где-то сдвинусь Я что-то придумаю Я просто даю себе вольную Как хочу, так пою Понимаешь все Давай, поехали Узнать тебя в толпе Узнать тебя в толпе Узнать тебя в толпе Узнать тебя в толпе У тебя будет новый, только Дай взрывную сторону У тебя вы посмотрите Для суп力 Узнать тебя в толпе Узнать тебя в толпе И дай взрывную «К». У тебя будет новая декора, и тебе будет на чем делать крещендо. Давай. Второй сейчас прям припевчик. Сейчас в команде не пойдет. На какой спускаешься на груди? Да. 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 Видишь, как хорошо? Ровненько спускаешься в грудь. На «А», ну посиди ты там. Вот это «К». Мешек, вот это все. Сбивает меня. Ну конечно. Она должна как камешем в пистеле. И уйдешь на грудину. Это называется как? Чисто по физике. Инерция. Конечно. По инерции ты остаешься в грудине, ты не утащишь, и плавно переходишь на грудину. Конечно. Поем еще разочек. Второй припев. Тебя. На руке. Отлично, отлично было с камешком, а вот первую ты не додержал, нет, у тебя таски, передержи ее, передержи ее, успеешь взять дыхание, если голова твоя тебе диктует, что я не успею взять дыхание, запрети ей так думать. Да, очень быстро нужно брать дыхание. Все, приготовили, еще раз торопите. Даже хорошо, даже хорошо, но что тебя смущает? Вот сиди на ней, мало очень хорошо. Как камешек в твиске, может даже сдвинуть вообще, ну ты же музыка. Как камешек в твиске. Затемля во лбе, как камешек. Я не могу, а почему я не могу. Как камешек. Все, Лего, все можешь. Все хорошо. Пошли. Сушой. А. Ну, я опять не там полез. Ну, что полез? Там правильно всё в душе? В душе всё живёт, в душе всё живёт, в душе всё живёт. Ну, то есть, ну, дай вольную себе. Хорошо ты там спел, Саш. Ты отработаешь это место, если тебе самому захочется. Нормально, выбрал сам нотки и всё это. А с регистрами поиграешь. Как камеши в судьбе. Нет! Как камеши в судьбе. Попичи всё подряд. Как камеши в песке. Вообще. Как камеши в песке. Как камеши в песке. Камешек в песке. Мы как называем это? Каскадом. 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 Вот все, нигде не останавливаемся. Да, видишь, смущает еще. Нотка эта, не туда. Почему-то ее хочется, ну, а куда? Не надо. Не туда не надо. Совсем не надо. Пошли еще раз. Затрепи и пошли дальше. Я в дороге с тобой. Я в дороге с тобой. Я в дороге с тобой. Я встретил взглядом. Я в дороге с тобой. 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 Прекрасно спелся. Я в дороге с тобой. Я в дороге с тобой. Я в дороге с тобой. Вы, гонис, ты пруж zdolch. Я спел. Поближе к микрофону. Да, поем. Да, поем. Один у нас рассказ печально и смешно в душах другой. Горит звезда ночи, в руке твоей ключи. Ты знаешь, как устроен город. Да, поем. Да, поем. Какая-то мужика. Потом будет опять прибег. Я не понимаю. А тебе прямо вот она? Я не знаю, но это просто целиком. Нет, ну понятно. Она интересная, но она же интересная. Саша, нужно на тенденции отказываться от этой. Прямо, я не знаю, как везде. Ну, прям, ну... И еще сидит в голове его версия. Она же сидит в себе. Носковская. Вот это, понимаешь, вот это как бы эпоха Носкова, Лепса. Они все почему-то вот все это, знаете, самое. Я не против, но надо чередовать. Нельзя зависеть от этого. Это зависимость, между прочим. У нас зависимость и только от алкоголя, от наркотиков, от курения, от секса. У нас зависимость еще вот от этого... От ударения на первый слог. Это тоже зависимость. Да. Самая натуральная. Ну, так а что мне делать-то? Я не могу даже вообще уловить. Если все, что было до этого, я улавливала. И могла тебе... Ну, это как в музыке называется? Такой вот, как бы, кусочек такой вот... Интермедиа. Я понимаю. В крови пришли. Или что? Импоризация. Ну, там идет как бы... Как это называется? Как это же правильно называется? Это так. Когда вот есть купилет-припев, а потом есть еще слова с музыкой. Немножко, как бы, идущие... Там не читатив, что ли? Нет, нет. Вот я же сейчас спел. Ну, понятно. Ну, это драматургия песни. Ну, ну, ну... А там же еще был после припева, там вообще пустота была. Там просто музыка была. А это что было? Это проигрыш? Ну, это был проигрыш, конечно. А, ну это был проигрыш. Такой, да. Я просто вообще даже мелодии не уловила. Ну-ка, давай, ну-ка, идем. Ну-ка, запел. 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 Ты знаешь, как устроен город. Да, устроен город. Город. Не надо! Как устроен город. Попроще. Город. Ну а дальше что? Город. Слышишь, что там скрипки поют твою партию фальцетовую? Ну, прекрасно. Там скрипки идут. Саша, она идет, если для концертной деятельности обалдеть, она 5 минут идет. Нужно вот эти два припева после второго куплета вообще убирать, оставлять твою импровизацию с фальцетом на последний припев. Если ощущать, если ты ощущаешь кульминацию здесь. А это все сохранять, другие песни, просто ее нужно понять, я просто сейчас ее не совсем понимаю, мне очень нравится, как там диаланчели звучат, просто обалденно. Просто обалденно звучат. А два припевнута, пять минут, сашку дать. Да хрен от того, что вы эти знаете, я не припеваю. Ну, опыта-то особо такого нет, но могу, конечно, там что-то поковыряться. Нет, ну подожди, одно дело поковыряться, другое дело... Главное понять, что отрезать. Ну, отрезать два припева, которые после второго куплета. Почему два? Ну, одному. Там всего три припева. После первого, после второго. Ну, он имеется в виду повтор, но он же двойной. А. Он же двойной, что повторение уйдет. Ну, мы сейчас давай... Ну, подожите, нет там повторения? Ну, как нет, когда ты второй раз пел, выходил на пальцы. Нет, ну, там слова другие. Ну, понятно, то есть это один припев. Ну, припев такой же. Ну, все, я поняла, просто он как бы из двух частей. Четыре стиши. Ну, ясно, как бы из двух частей. Я, наверное, вот что введу. То есть его вывезут, после второго куплета сразу пойти на проигрыш. В смысле оставить, в принципе, два припева, да? Первый куплет, и припев идет четко. Потом идет второй куплет, убираешь. И проигрыш. И проигрыш, и потом... И сразу припев. Да, вот это... Я говорю, два припева, в принципе, только остаются. Да, 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 да. Я всегда за что? Я за то, что это твоя концертная деятельность. Ты же делаешь еще эти песни. Вот работаем над этими песнями. Они уже входят в твой репертуар. И их нужно для концертной деятельности. Вот это вот нафиг не нужно. Пять минут. Нужно выходить, зрителям все это вот ошеломлять их, чтобы они... Ощущение недоеденности, недокусанности, недо этого... Чтобы им еще хотелось. Не перекапливать. Потом отрезать лишние вот эти проигрыши просто. Но здесь, может быть, ты как-то это сможешь играть. Все вот эти вот... А не проигрыши, они могут быть и выигрышами. То есть нужно думать. Нужно думать. Я-то за то, что как раз резать, и чтобы это было... Ну, развитие все. А вот вторая часть, вот после проигрыша, там, где ты перед припевом, это интересная часть. А проигрыш... Понимаешь, когда вот сидит, на сколько поется оркестр? Сидят меланчели и скрипки. Я же слушаю, шикарно играет. Не, ну понятно, это все... Шикарно играет, шикарно играет. Пусть играет пять минут. То есть это просто здесь роль оркестра, когда выходит солист, поет с фонограммой. Я не понимаю этих вещей. Я понимаю, что с одной стороны, конечно, это идет проверка на то, как ты будешь держать образ. И что же ты будешь делать так? Нет, это... да. Но, как бы, у тебя хватит, конечно... Понятно, что... А в минусовке стоять и слушать меланчели... Ну, конечно, нет, хорошо играете. Скрипки замечательные все. Ну, в общем, нужно подумать. Нужно подумать. Нужно подумать, какой вариант. Давай еще разочек после меланчели вступи, если, допустим, их не будет. Подожди, я по форме не поняла, по квадрату. Такой припев вообще не поняла с этими... Там не может быть так, у нас может быть только период. Период, со скольки тактов состоится? Сейчас, надо включить просто и послушать. Период, из каких тактов состоится? Скольки тактов состоится? С восьми? Молодец, пять. С... Понимаем, не менее. Меньше быть не может. Меньше быть не может. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Нам живем лишь раз. Да, один раз. Правильно? Да, но восемь. Понимаешь, вперед? Восемь. Все правильно. Восемь, и потом ты вступаешь. И там гармонически. Все, вступай. А мы живем лишь раз, Один у нас рассказ, Печально и смешно, Тот жар, то холод. Горит звезда ночи, В руке твоей не кручи, Ты знаешь, как устроен город, Узнай, а не там же. Узнай тебя в толпе, Знакомый лицом, Узнай тебя в толпе, Не встретишь взглядом. Узнай тебя в толпе, Знакомый лицом, Уже всё ждём, Как подряд. Узнай тебя в толпе, Знакомый лицом, Узнай тебя в толпе, Знакомый лицом, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Саша, ты узнала, что такое мордент? Да, я чуть не помню Ну начинается, что такое мордент? У меня спрашивают? Да, и у тебя тоже... Что-то с мордой связано, а с воспоминаниями... Уберите ваш мордент, пожалуйста Я не возму, я не возму, я не возму Уберите ваш мордент! Саша, это вокальное украшение, теперь говорят, оно получается Вокальное украшение? Я думала, хоть послушаю разок Попивай, а все, видишь, что-то Саша, хочешь, я покаюсь? В чем? Я 6 минут тебя опубликовала А 6 минут чего? Позор? Я там нарезала... Чего уж так послушаю? Да вам вообще чудо Там люди просто балдеют Пишут и говорят Саша, это круто! Это круто! Саша, это круто! Нет, я нарезала там, где ты балуешься Там, где ты балуешься Да вы что? Да? Какой ужас! Неправда Ну ты же так вратительно Неправда Непрофессионально Непрофессионально Это круто! Ой, не со стыда Я сгорю, скорее всего Перестань! Не заезжай свою самооценку 13, 25, 25 Да? Сейчас, да, самооценка Между прочим, ты, посмотри Ты можешь тоже оставаться на методику Убегаешь Сейчас? Да Ой, это сильно много за раз Да, я понимаю Это так хорошо, конечно, было Ну, хотя бы, может, иногда Да, я буду... Да Ты не веду Да, надо... А в пятницу нет? В пятницу нет Только в авторник А, только в авторник Да В смысле, варяртов нет только вот так Все равно, один за одним Да Один за одним Петя, петя, петя Я думаю, что... Ну, возьми, ты принесла, чтобы... Ну, я тебе дам ручку Петя, 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 петя Петя, петя, петя Саша, так порезать тебе ее? Я порежу Фома, больше заняться-то нечем, да? Нет, ну... Мне есть чем заняться Ну, фильмы-то? Нет, ну, резать-то надо А резать надо? Нет, ну, песня-то хорошая Тебе же она нравится? Ну, очень нравится Нет, ну, вот это вот что такое, а? Мне надо, чтобы ты посещался петь Ну, ну... Нет, так мне не нравится? Конечно, ну, а что бы я ее... Ну, ладно Порежем, порежем Если... Отправь мне ее на почту Чтобы мне где-то не искать Ладно Все, давайте до свидания Микроток загал? Да Всего добренького, до свидания Давай, все еще длинное Не в виду, если что То вот на методику оставайся Может, в другой раз Хорошо Пока, Саша До свидания До свидания Я вас хотела спросить Как вы относитесь к Бейонсе? Нормально отношусь У меня есть... Я раньше пела песню Hello, hello Сейчас я понаблю камеру, подожди Hello, hello Hello, hello